макушку мне снесло здравствуйте мои дорогие мои хорошие я хочу вам сейчас показать как я буду делать закваску из зерна из ржи вот такая у меня рожь есть вот такая вот мясорубка то есть это не мясорубка мельница почему из зерна зерна буду делать закваску потому что я делала из муки ржаной магазиновской вот такая вот она у меня получилось вот вообще не получил запах у меня запах приятный в принципе но она у меня не пошла то есть она стала слабенькая совсем на закваску не похоже поэтому я буду делать из-за ржи из зерна настоящего не прорастила только просто решила сделать попробуйте с того что есть это ручная мельница долгий труд но мы его ускорим получается мука вот такая сейчас я ее смотрю до конца смолочу и буду из нее уже делать закваску камера выше не поднимается зерно получается то есть не зерно а мука вот такая она со всеми оболочками со всем полезно в идеале конечно делать это все из пророщенного зерна вот так как у меня первый раз не получилось из магазиновской муки то я решила сделать из зерна обычного ну вот магазиновская мука вот видите какая она получается то есть закваска из нее не вышло а начинался процесс хорошо прям так она и булькала и и вообще прекрасно подниматься начинала и пузырилась но процесс не пошел и так закваска у нас готовится один раз в в пластиковой посуде либо в стеклянной но не в железной и размешивается лопаточкой тоже деревянной чтобы наверное микроорганизмы хорошо себя чувствовали и так берем две части муки и три части воды и так я беру две части муки стакан муки свеже смолотой муки зерно промывать можно оно не так сильно влияет ни на что вообще не влияет даже можно не мыть зерно а сушить зерно если вдруг вы его проращиваете а потом сушите надо при определенной температуре при 40 градусов потому что дальше все остальное уже гибнет дальше берем воду теплую нужно правильно рассчитать она должна такой консистенции быть как густая сметана я сейчас видимо неправильно рассчитаю потому что мука весит наверное больше чем важно добавлю один стакан и потом еще половиночку потому что это мука она сухая берет себя очень много воды я думаю еще чуть-чуть водички и потом 4 дня мы ее будем кормить эту закваску вот она получилась у меня очень-очень жиденькая совсем жиденькая в общем полтора стакана воды и стакан муки посмотрим что получится разносили теперь нам нужно это все накрыть крышечкой неплотно чтобы закваска дышала поставить в теплое место 24 градуса чтобы минимум было и на следующий день на утро мы ее покормим я думаю еще чуть-чуть муки добавлю слишком она у меня получилась жиденькая лучше всего это делать на весах накрываем салфеточкой и ставим в теплое место до завтрашнего дня берем нашу заквасочку мы сейчас ее будем кормить открываем вот такая вот она стоит булькает я беру нам нужна столовая ложка и маленькая ложка нам нужно будет 60 грамм воды и 40 граммов муки для этого я наливаю в стакан воды 40 то есть 60 грамм это получается 3 столовых ложки воды и 1 ложка чайная это у нас 60 миллиграмм воды и дальше столовую ложку муки и чайную ложку муки это у нас получается 40 грамм муки вот такой вот штучкой такой пропорцией мы ее подкармливаем каждое утро и вечер размешиваем подкармливаем закваску 4 дня утром и вечером теплая вода чтобы было не предупредила 35 37 градусов и вот так мы ее размешиваем с пузыречками пузырьками пузырьками закваска зреет и пахнет она приятно пахнет очень приятно пахнет я ее закрываю не плотно просто вот просто прикрываю укутываю полотенчиком и ставлю до вечера залить вечером я ее снова накормлю вот такая заквасочка у меня получилась я уже ее сделала побольше чтобы сейчас начать печь хлеб видите она такая прям такая густая булькает все пахнет приятно сейчас буду печь хлеб и вам расскажу как покажу даже